Приветствую вас дорогие друзья! В этом видео хочу поговорить про деревянное перекрытие, рассмотреть один из его конструктивов. Вообще деревянное перекрытие является одним из самых распространенных, особенно в малоэтажном строительстве, потому что оно очень дешевое и его легко самостоятельно сделать без использования какой-то строительной техники. Кроме того, почти всегда деревянное перекрытие применяется для чердаков и для мансард. Здесь вы видите вполне себе обычную коробку одноэтажного дома, трехпролетную, по периметру идет маурлат, посередине идут валежные и между ними идут балки перекрытия. Это обычная обрезная доска сечением 50 на 200 мм. Я не буду сейчас вдаваться в расчет, как назначается шаг балла, как назначается их сечение, про это я снимал отдельное видео, ссылку на него оставлю в описании. Напомню, что на перекрытие действует нагрузка от собственного веса строительной конструкции, также действует нормативная нагрузка. По своду правил, если это у нас чердачное помещение, оно у нас составляет 70 кг на метр, если это межэтажное, то 150 кг на квадратный метр. Коэффициент надежности для той и другой величины идет 1,3. Шаг балок перекрытия в данном конструктиве составляет 650 мм. Я думаю, вы уже догадались для чего. Для того, чтобы у нас виту расстояние было 600 мм, чтобы мы смогли без проблем сюда уложить стандартные минераловатные плиты утеплителя. Общая толщина утеплителя, она назначается теплотехническим расчетом 100 мм, либо 150 мм. Сбоку к балкам перекрытия прибивается опорный брусок, как правило, сечением 50 на 50 мм. И сверху по этому бруску формируется так называемый дощатый накат. Это может быть обрезная 25 доска, это может быть горбыль, это может быть какой-то листовой материал. Нам здесь главное сформировать нишу для утеплителя. Дальше формируется каркас для потолка и для пола. Вот таким вот образом он выглядит на примере модели. Начнем с потолка. Снизу к балкам перекрытия подшивается пароизоляция. Для того, чтобы внутрь, особенно если у нас сверху холодное помещение, не проникал пар, не конденсировался. Там не замачивал утеплитель, не ухудшал его теплоизолирующие свойства, не вызывал загнивание древесины. И уже сверху, поперек балок перекрытия, идут и потолочные рейки того сечения с тем шагом, которое необходимо для потолка. Для примера здесь рассмотрим гипсокартоновый потолок по деревянным рейкам с поперечным монтажом. Шаг рейк в данном случае 500 мм. Если у нас здесь будет какой-то другой потолок, например подвесной Армстронг, либо гипсокартоновый подвесной, или натяжной, то нам не обязательно рейки монтировать. Вот таким вот образом мы можем монтировать их поперек непосредственно к балкам перекрытия, лишь бы закрепить пароизоляцию. Два важных момента. Пароизоляция должна заходить на стены примерно 10-15 см. И также крайне важно делать пароизоляцию не только в том случае, если у нас сверху холодное помещение, но если у нас это просто межэтажное перекрытие. Потому что конденсат может образовываться и при положительной температуре. Все зависит от того, какая у нас изначальная температура, какая у нас изначальная влажность. Поэтому пароизоляцию делаем в любом случае. Что касается пола. Сверху, поперек балк перекрытия, идут напольные лаги. Их сечение, их шаг назначается в зависимости от того, какое у нас будет здесь черновое напольное покрытие, какая будет действовать нагрузка и какой шаг у нас между балками перекрытия. Обратите внимание, что под напольными лагами идет гидроизоляция. Она нужна для того, чтобы в случае каких-то протечек прорвало, к примеру, отопление, либо просто кто-то разлил воду. Эта вода, опять же, не попадала в утеплитель. И эта гидроизоляция, она должна быть паропроницаемой. Для того, чтобы какая-то влага, которая скопилась в деревянных конструкциях, в утеплителе, она смогла беспрепятственно выйти оттуда. Еще одна немаловажная функция напольных лаг состоит в том, что они формируют вентилируемый зазор. Как раз для того, чтобы какая-то лишняя влага, она могла отсюда выходить. И уже дальше по напольным лагам формируется какой-то черновой напольный настил. В данном случае это фанера. Обычные стандартные шестифутовые листы, полтора на полтора метра. И сейчас наверняка у вас возник резонный вопрос. Обязательно ли городить вот такие вот городушки, балки перекрытия, зверху напольные лаги, снизу потолочные рейки. Вот смотрите, у нас уже толщина перекрытия получилась 350 миллиметров. А если добавить сюда черновой настил сверху снизу, добавить чистовую отделку, то мы спокойно выйдем на все 400, если даже не 450. Почему нельзя потолок и пол крепить непосредственно к балкам перекрытия? В принципе можно, но есть две большие весомые причины, по которым я бы этого не делал. Вообще вот такая вот типичная многоуровневая строительная конструкция, когда у нас идут тут балки перекрытия, сверху идут напольные лаги, снизу идут рейки. Она обеспечивает, во-первых, простой и удобный монтаж, она обеспечивает экономию материала и самое главное, она обеспечивает необходимую расчетную схему для напольного настила и для потолочного настила. Вот смотрите, у нас здесь есть лист стандартный полутораметровый лист, он аккурат ложится на три пролета по напольным лагам. Но если мы будем укладывать его на балки перекрытия, то он сможет перекрыть только два пролета, потому что расстояние здесь получается 1300. 20 сантиметров нам придется отрезать и выбросить в отход. Кроме того, вот это вот расстояние между балками перекрытия, оно достаточно большое, 650 миллиметров. И нам придется либо брать фанеру толще или делать несколько слоев. А ведь расстояние между балками перекрытия, оно может быть и больше, оно может быть и 800 метр, и 1200, и в принципе полтора метра. Поэтому все-таки правильнее придерживаться принципа многоуровневости строительной конструкции, балки перекрытия и потом, значит, сверху снизу у нас идет еще один уровень. И потом на непосредственно напольные лаги мы устанавливаем покрытие черновое пол. Вторая причина состоит в том, что через некоторое время, даже если вы изначально смонтировали все балки перекрытия идеально в уровне, вы потеряете плоскость как по верху, так и по низу балок. Связано это тем, что древесина дает усушку, а также если у нас балки завязаны в комплексе с конструкцией крыши, со стропилами, с наружниками, у нас произойдут определенные деформации, связанные с реологическими свойствами древесины, связанные с податливостью узлов деревянных конструкций. По-русски говоря, дерево немножко поплывет. За месяц, за два, за полгода, за год, но оно поплывет. И если изначально погрешность по балкам перекрытия была там 1, 2, 3, 5 миллиметров, то через определенное время эта погрешность может достигать нескольких сантиметров. 2, 3, а то и 5 сантиметров. И, к сожалению, ситуацию усугубляет низкое качество пиломатериала, который продается на обычных пилорамах. Поэтому правильнее подождать какое-то определенное время, пока все эти неприятные вещи с деревом произойдут, пока конструкции, что называется, устаканятся, и уже потом начисто заниматься устройством пола по лагам и устройством потолка по деревянным рейкам. И в этом случае, конечно же, рекомендуется уже брать лаги и рейки хорошего качества, чтобы это была сортовая строганная древесина, уже просушенная, чтобы в дальнейшем с ней не происходили никакие деформации. Данные вещи, они не распространяются, если у вас перекрытие будет не из обычной доски. К примеру, это будут заводские клееные балки. Вы можете смело приступать к монтажу пола, к монтажу потолка. Данные конструкции, они не подвержены всем этим болячкам. Они не будут усыхать, они будут деформироваться по минимуму только под нагрузкой, которая будет на них действовать. Но если мы говорим про черновую древесину, то вот эти вот вещи, их необходимо держать в уме. Сейчас я хочу рассказать о некоторых фишках, о некоторых приемах, с помощью которых можно повысить жесткость перекрытия. Первый из них состоит в том, чтобы сделать распределительные балки. В нашем случае это обычная доска с течением 50 на 150, и она идет по центру балок перекрытия в каждом пролете. В чем смысл этой доски? Она объединяет работу, объединяет перемещение балок перекрытия между собой. Крепится данная распределенная балка к балкам перекрытия с помощью бруска. Но можно использовать какие-то специальные стальные соединительные элементы. Очень часто бывает, особенно с нашим русским лесом, что какая-то балка имеет сучок посередине, может быть какой-то другой порог древесины. К примеру, косослой, либо какая-то наклонная трещина. И данная балка впоследствии локально даст просадку. Сверху у нас будет яма, а снизу на потолке, наоборот, у нас будет пуза. Поэтому, чтобы хоть как-то сгладить и объединить работу балок перекрытия, можно применять вот такой вот очень эффективный прием. Это устройство распределительных балок. Их может быть не только одна, их может быть несколько в пределах пролета, особенно если пролет большой. Но такой прием, его можно использовать, если у нас сверху чердак. Если у нас это перекрытие межэтажное, то для объединения работы балок можно использовать все те же самые напольные лаги. Правда, в этом случае надо не просто опирать лаги сверху на балки перекрытия. Важно между ними предусмотреть жесткую связь, обеспечивающую совместность их работы. Следующий прием, повышающий жесткость перекрытия, состоит в том, чтобы объединить в единую пространственную систему как балки перекрытия, так и конструкцию крыши. Выглядит это следующим образом. Здесь вот у нас идет крыша. Это обычная двускатная крыша, вальмовая. Правда, с опиранием на Маурлад. Если мы посмотрим на продольный разрез, то мы увидим, что фактически у нас конструкция перекрытия представлена не балкой, она представлена треугольной фермой, которая состоит из наружника, из-под коса, который упирается в лежень, из стойки. И, естественно, жесткость вот этой треугольной фермы, она в разы больше, чем просто жесткость отдельной балки. Такой прием он очень эффективен на больших пролетах 5, 6, 7, 8, 9, 10 метров. И данную ферму ее можно дальше развивать за счет решетки, предусматривая дополнительные раскосы, дополнительные стойки, чтобы у нас в нижнем поясе были дополнительные точки подвески. И за счет этого мы можем еще больше повысить жесткость перекрытия, особенно, повторюсь, на больших пролетах. Вот такие вот интересные приемы. Такой вот получился конструктив деревянного перекрытия. На этом у меня все. Надеюсь, что данное видео нам было полезно для вас. Благодарю всех за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Пока!